Разработка беспилотных летательных аппаратов сегодня одно из ключевых направлений и в Ульяновске обсудили перспективы развития БПЛА. В точке кипения на Аминаево прошла практическая конференция «Разумные от народа». Дарья Цибина подробнее. Большой ажиотаж на входе в центр «Спартак» вызвал этот гигант. Перед нами модель грузовой беспилотной авиационной системы С-700. Размеры внушительные. Высота почти 2 метра, длина 5,5, максимальная скорость 100 км в час, грузоподъемность 200 кг. Дрон предназначен для эвакуации пострадавших и доставки грузов в труднодоступные места. Данная платформа выполнена по конструкции с применением 8 лучей, на которых установлено по 2 винтомоторные группы. Верхний ярус лучей отвечает за устойчивость, нижний за маневренность. Движение обеспечивается за счет винтов воздушных. Выставка беспилотников проходила в рамках практической конференции «Разумные от народа». В ней участвовали школьники и студенты Ульяновской области. На симпозиуме Дмитрий Елынич представил свою уникальную разработку. Диме 14 лет и созданием беспилотных летательных систем он занимается почти 4 года. Школьник обратил внимание на проблему доставки медицинских препаратов в труднодоступные уголки нашей страны. В своем проекте я использовал контейнер для доставки медикаментов. Он расположен в головной части отсека. Данное крыло будет взлетать вертикально, позже переводится в горизонтальный полет и также садится в вертикальном положении. Это позволяет нам доставлять грузы без как таковой точки посадки. Ульяновская область по праву считается столицей авиационной отрасли в России. Несколько десятков организаций в регионе занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Краю необходимы квалифицированные кадры и подобные проекты помогают юным дарованиям показывать свои возможности. Дети рассказывают свои решения, причем решения отличаются действительно яркостью, оригинальностью применения этих беспилотных технологий. Я думаю, что некоторые из них точно будут реализованы и мы в скором времени найдем возможность эти решения применять на практике. Отрадно, что уже в юном возрасте ребята готовы приложить руку к развитию отечественной беспилотной отрасли. И их разработки – это лишь начало пути к новым открытиям и инновациям. Дарья Цибина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.